Здравствуйте, дорогие зрители! Садитесь поудобнее и приготовьте, слушайте новости, которые мы для вас приготовили. Начнем с Мексики. Россия Акампа после окончания своей полупровалившейся новеллы «Минтир Пара Вивир» уже имеет новую новеллу для съемок. Это, скорее всего, будет ремик колумбийской новеллы «Побри Рика», где играли Паула Рейн и Хуан Пабло Раба. Новелла успеха зрительского не имела, так что народ не понимает. А, собственно говоря, зачем? Другой вариант обсуждающейся в сети – это экранизация книги «Ее свой кончен». Сюжет будет комедийным и ходят слухи, что на главную мужскую роль пригласят Хайми и Камилла. Он им продемонстрирует все свои четыре актерских навыка. И все будут счастливы. На главную негодяйскую роль планируется Сильвия Наварро. А героиней может быть Зурия Вега. Пока еще не очень понятно, что на самом деле будет снимать Акампа, хотя мексиканские источники уверены в ремейке «Побри Рика». Следовательно, все вышеуказанные имена автоматически перейдут в этот проект. Действительно, чего раз за разум новых актеров искать? Марк Татчер и Хорхе Араменна проходили кастинг в новую новеллу «Жизель Гонсалес» под названием «Алгадеми». Судя по всему, победила вовсе не дружба, а Марк Татчер. А вот мы бы на Хорхе с удовольствием посмотрели в главной роли. Давненько им ничего достойного не предлагали. На главную женскую роль могут пригласить Сандру Эчеверию. Тоже красиво. Хотя она в последнее время все по Голливудам, да по Голливудам. Другое женское имя, курсирующее по телевизии – Эсмеральда Пименте. Короче говоря, если Сандра решит сняться в очередном голливудском шедевре, с нами подхватит Эсмеральда. Начались съемки сериала «Локи Лавида Мероба» с Анжелик Буэр и Себастьяном Роли. Вот и дождался Себастьян полноценной голландской роли. Посмотрим, как ему повезет в этой ипостаси. Тусуют на телевизии колоду из нескольких карт. Шесть-семь актеров на главной роли и все. Прямо набор неделька. Анжелика для роли в этом сериале изменила внешность и теперь она блондинка. Можете закидать наставками, но с таким цветом волос Буэр просто моль бледная. Будем надеяться, что Себастьян и Анжелик повторят свой успех, который был у них в Терезе. Ходят слухи, что Эмилио Ла Россо решил укротить новеллу «Либра пара амарта», потому что его достала для печенок Глория Треби. Как, впрочем, и всю съемочную братью. Пишут, что певица капризничает и ведет себя отвратительно. Добила продюсера требование предоставлять ей отпуск каждые три недели, потому что она хочет отдыхать в Европе. Ну а как вы хотели, привыкли иметь рабов за пять копеек. Чтобы поднять рейтинг Латопистат, Иван Санчес и Мариано Сианны готовы снятся в супер горячих сценах, полностью обнаженными. И что скажут домохозяйки на такое безобразие? И главное, что скажут рейтинги? На Ацтеке «Новый Голланд» – это испанский актер Марко де Пауло. Он будет играть главную роль в новелле про Хибида Амар. Ранее говорилось, что эту роль получит Берни Пас, но вышел облом. Фокусные группы зрителей, которым был задан вопрос, как они оценивают перуанского актера, выдали жестокий вердикт. Не нравится он им ни в каком качестве. И чего не нравится? Мужик вроде видный. Поэтому Берни остался на бабах и пока что без ролей. Габи Спальник просит в качестве сценариста для своей новой новеллы Альберто Гумеса. Если ей пойдут навстречу, цирк нас ожидает знатный. Альберто здесь мастер непревзойденный. Как мы и предсказывали, новелла «Корасон де Кондоминиум» имеет рейтинг ниже Плинтуса. Решено поменять все, включая и актеров. А мы вот думаем, что мебель менять уже поздно. Надо девочек разгонять, то есть сценаристов и режиссеров. Ну а теперь немного Аргентины. Факунда Арана вошел в список 100 самых начимых личностей в истории. Сами понимаете, что опрос проходил в Аргентине. Поздравляем Факунда. Он не только отличный актер, но и общественный деятель, что для аргентинцев очень важно. Вот его и оценили по заслугам. Начались съемки новеллы «Такси. История любви» с Габриэлем Карадо в главной роли. Андрея Дельбокко сыграет здесь водителя такси. Уж чего она только не играла, но таксисток еще нет. Хотя пара Карадо и Дельбокко может вызвать фурор. Раньше им удавалось 100%. В одной из женских ролей будет Кэтрин Фуллоп. А вот Рамина Гаэтани, к сожалению, отказалась от роли в этой новелле. Может, зря отказалась. На сегодня все. Ждем вас в наших следующих программах. Подписывайтесь на канал. До свидания.